Дорожная сеть поселка Усть-Курдюм Саратовского района даже с воздуха выделяется чернотой нового асфальта и яркой разметкой. Капитального ремонта полотна местные жители не видели последние 30 лет. Работы начались в конце апреля, но тогда это вызвало лишь недоумение. Асфальт убрали, а дорога не появилась. Как говорит глава местной администрации, сейчас весь объем выполнен полностью. Весной просто вышла накладка из-за формирования графика хода работ. Андрей Жаднов полтора года в должности. Но сразу взялся за самые главные проблемы вверенного населенного пункта. В начале мая дорожники приступили к работе. Приступили они немного раньше срока. Они отфрезеровали, сняли старое асфальтовое покрытие. И в принципе весь график работы шел с опережением. Может быть какая-то там небольшая была пауза. Но работы в целом завершены раньше срока. Значит они сейчас прошли процедуру строительного контроля. И эксперты нам дали заключение, что все дорожное покрытие, которое отремонтировано в Усть-Курдюме, оно соответствует нормам. Более 4 километров дорог Усть-Курдюма, а также других населенных пунктов, входящих в муниципальное образование, получили обрамление в виде новых опор и современных светодиодных фонарей. В самом Усть-Курдюме началось строительство собственной пешеходной зоны. Сейчас часть ее уже готова и продлится она до центральной площади поселка. Изменения в лучшую сторону уже оценили местные жители. Да, в общем, и тротуары, и дороги, скамеечки вот там около администрации сделали для отдыха населения. Дорога была плохая вот через весь Усть-Курдюм. Сейчас что, как это вообще? Ну как, новую дорогу, асфальт положили. И центральная улица, вот я на Большой Советской живу, по Большой Советской новая асфальт, вот так, комсомольская вся. Нет, ну конечно, изменения. Дорогу вот сделали, площадку там построили. Так там делается. Здесь же, на берегу, с живописным видом на Волгу, традиционно проводится праздник Сабантуй. Теперь до него можно доехать по нормальной дороге. Этот вопрос еще два года назад на заседании рабочей группы в областной думе поднимал депутат Сергей Курихин. Вот у нас есть Сабантуй, он проводится. Он у нас имеет, скажем, уже, там, республиканское, знаете, республик сразу, ну, такое общесоюзное, можно сказать, значение. Казахстан, пожалуйста, Баборки, там, привозят, как-то, там, Акибов. А у нас это Сабантуй, дороги нет, мы по грунтовой туда не... Она никак, ни в какую программу. У нас есть программа, у нас есть предусмотренные, мы уже говорили на эту тему, у нас есть субсидии, которые предусмотрены. Если в этом году она у нас 300 миллионов рублей, на следующий год она должна у меня. Поэтому она вводит в Саратовский район, мы также выделяют средства по этой программе. Они могут найти средства, которые мотивируют эту работу. Сейчас этот вопрос наконец-то решен. А это забор местного парка первой учительницы. Объект долгое время был в заброшенном состоянии. Сейчас ведется его реконструкция. По задумке меняется сеть пешеходных тропинок и будет проведена очистка от разросшихся сорных пород деревьев. Для молодых мам появилась детская площадка. Она востребована на протяжении всего дня. Тем более сейчас здесь удобно перемещаться с колясками. Во-первых, парк очень красивый. Здесь много зелени, тени, удобно с детьми гулять. Долгое время здесь практически не было дорожного покрытия, поэтому было неудобно ходить с колясками. Хотя хотелось здесь находиться. И часто собирались здесь распивать алкоголь, что было тоже неприятно. А сейчас парк благоустраивается. Удобные дорожки, причем там, где их раньше не было. Удобно будет гулять с коляской. Поставили отличную детскую площадку. У меня дочке 6 месяцев и сыну 3,5 года. Вот 3,5 года он уже в восторге. А племянникам 10 лет, и они также в восторге. То есть такая разновозрастная площадка. Мы очень рады, что в селе есть такие люди, которые занимаются благоустройством. Как говорит Андрей Жаднов, реализовывать проекты по благоустройству удалось благодаря совместным усилиям неравнодушных местных жителей. В основном это бюджет местный. Усть-Курдюмское муниципальное образование, оно достаточно, ну скажем так, самоокупаемое. И бюджет в основном местный. Значит, активно мы работаем с бизнесом. Ну вот если говорить там, скажем, о парке или говорить там о пешеходной зоне, здесь нам активно помогают наши бизнесмены. Ходосевич Дмитрий у нас живет на территории. Значит, он активно, скажем так, вкладывает деньги в развитие села. И мы здесь выступаем, ну скажем так, как частно-муниципальное партнерство. Вот, и часть финансирования идет из местного бюджета, часть финансирует у нас бизнес. Значит, естественно, есть помощь со стороны администрации Саратовского района. В частности, здесь хочется сказать спасибо депутату Саратовской областной думы Ивану Анатольевичу Бабошкину. Сейчас перед администрацией стоит задача по контролю за ходом выполнения работ. В дальнейшем планируется продолжить развитие общественных пространств в этих местах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!